Главным предметом школьного образования в России является послушание. А списывание как ты относишься? Это же чисто российская тема, списывают школу. Я скажу по Технониколю, мы постоянно тырили все технологии, у нас не было денег покупать технологии. А как идея пришла стартануть Технониколь? На огромном заводе, кровельный завод, я не знаю, как я прорвался к директору, после моего питча, который длился не дольше, наверное, двух минут, я был послым нахер. Добрый день, дорогие друзья, у нас в гостях супер эксклюзивный гость Игорь Рыбаков, вы его точно все знаете. Игорь, привет, добро пожаловать. Здорово-дорово, всем привет. Мне с тобой интервью будет просто делать, потому что мы с тобой оба являемся такими, так сказать, драйверами пропаганды предпринимательства, да, там, ну мы, наверное, делаем немножко по-разному оба, тем более я последнее время по ряду причин отключился, вот ты там в некотором смысле подхватил эстафету, что я раньше начинал, но тем не менее. И было мне любопытно, когда мы с тобой вот так заочно познакомились, ты мне прислал картину, поддержал во время болезни, что было очень приятно, спасибо. Первое, что я подумал, ну, конечно, надо сделать бизнес-секреты, и я с удовольствием сегодня буду слушать про тебя, потому что я мало что знаю, и ты расскажешь, почему быть предпринимателем, это круто. Ответь мне, почему так мало предпринимателей в России? И главным предметом школьного образования в России, в Советском Союзе точно и в России тоже сейчас является послушание, то есть, чтобы ты был удобным, ну, чтобы выпускник школы был удобным для других, чтобы он был стандартным вот таким-то, ЕГЭ там и так далее. Я помню, у меня была плохая характеристика в школе, такое слово «характеристика», я и заново в английском слышал «характеристика», что, помню, характеристика на Тинькова Оледо, типа «плохой мальчик». «Плохой», вот, смотри, непослушный, значит, плохой, да, я помню. А главный предмет школьного образования, смотри, когда заказчик образования государства, государство заинтересовано в чем? Налогоплательщики, удобные люди, офицеры Росгвардии, при всем вот уважении, что они тоже нужны стране, но это не все, что нужно стране. И, в частности, ты задал вопрос про предпринимательство. Так вот, предприниматели, они не очень удобны, они с плохой характеристикой, да, они сдают на двойки главный предмет школьного, значит, вот этот главный школьный предмет, значит, послушание. У них, блядя, они непослушные, да, да. А в текущем, ну, у них по поведению обычно двойка. У меня, кстати, в школе все были пятерки, там, четверки, мало четверок, а по поведению всегда было двойка или кол. Смотри, и вот история. То есть, смысл такой, почему мы с Катей, наверное, так увлеченно занимаемся школами и садами, да, и это именно потому, что, ну, слушай, исполнителя или послушного человека, или офицера Росгвардии, да, надо подготавливать одним способом, человека, который, ну, давай так, предприниматель своей жизни, ну, или предприниматель бизнес-предприниматель, другим образом надо подготавливать, вот и все. И тогда, когда у нас будет больше школ, детских садов, в которых немножко другая образовательная методика, ну, собственно, я поэтому открыл компанию под названием Рыбаков PlaySchool. Ты чувствуешь там PlaySchool? Нет, я понимаю, что сейчас можно сказать, и я, в общем, с этим согласен, потому что только человек непоседливый, с неудовлетворительным, вот как слово, не двойка, а не с неудовлетворительным поведением, только он может что-то создавать, творить, креативить и делать новые компании. Да, ненормативным, ненормативным поведением. Да, и рисковать еще, потому что эти все, ну, да, вот я помню свою школу, там фамилии даже помню, не буду никого сейчас слух называть, я, как ни странно, помню фамилии моих отличников, они все, конечно, в жизни, в общем и целом-то, не преуспели. А списываю, как ты относишься. Это же чисто РУ, тоже российская тема, списывают школу. То есть списывают, с одной стороны, это предпринимательство, кримчивость, да, человек выходит из положения, то есть это как раз вот говорит о том, о том, что ты говоришь. А с другой стороны, здесь закладывается вранье, обман, воровство, коррупция, там и так далее. Все это негативное такое. Так вот ты как списываю, ты больше к этому относишься, как к позитивному фактору, это люди, которые, ну, придумали, или люди, которые, условно говоря, украли. Да, слушай, если мы говорим, ну, если мы смоделировали среду какого-то хакатона, и люди заняты своими проектами, и конкурируют за то, чей проект выиграет, слушай, списывают, подсматривают, тырят, и так далее, это норм. Но при этом направленность замысла, да, это создание чего-то. Если, ну, просто, знаешь, есть такая рутина, и там ничего не происходит, замысла нет никакого, да, и вот люди списывают, ну, тогда скорее плохо. Это среда закрепляющая, ну, еще и вот такие вот вещи. То есть, как это, знаешь, любой, ну, например, острый ножик, да, в одном случае может быть оружием убийства, да, в другом случае полезным инструментом. Здесь, как бы, вопрос, какой замысел? То есть, на что направлено? Поэтому, когда, ну, я знаю, я сейчас скажу по техноникулу, мы постоянно тырили все технологии. У нас не было денег покупать технологии. Поэтому я когда приезжал к иностранцам, и они меня вели по заводу, значит, строго-настрого запрещая мне куда-то там отклоняться от линии, да, я как делал? Меня прикрывал какой-то чувак, да, а я как бы отставал от делегации, да, и все там фотографировал. И они когда видели, что я там где-то опять, они ругались, и потом они переставали меня даже звать на экскурсии и так далее. Но к этому времени я уже все натырил, ну, я уже увидел. Скажи мне, вот это вот, вот это вот искусство, ну, или вот этот вот прием, это плохо? Ты китайец просто, вот и все. Китайцы так делают. А технониколе называли русскими китайцами, да, да, говорит, вы как эти тараканы, говорит, пришли, все натырили, и оп, построили. Я говорю, ну, а в принципе, а что, плохо что? Вот, поэтому, смотри, я в данном случае смотрю, на что направлено, на что направлено вот это вот, все важнее, чем, чем вот эти вот детали. Слушай, списывают там, за косички дергают, ругаются. Слушай, ненормативная лексика. Слушай, если ты ненормативной лексикой разговариваешь, но при этом у тебя дела, из подруг выходят там, какие-то замыслы, да, разговаривай как хочешь, в конце концов, да? Ну, то есть, потому что, может быть, твоя ненормативная лексика это отражение твоих ненормативных поведений, ну, ненормативных, в смысле, не вписывающихся в догматы, ну, вот этих серых шаблонов, да, обточенных, да? Ну, видишь, какое слово придумали? Ненормативная лексика. Мы с тобой, что, нормативные, что ли, люди? Не, мы хуй можем сказать, вполне. Вот, можем сказать хуй, можем еще что, но мы другие слова тоже знаем, да? В жопу, да. Я вообще не тоже не сильно парю про слова, про материную, так сказать, но... Ну, последнее время побольше стал, после болезни, что-то я так как-то стал, вообще поспокойнее. А раньше, нет, там все, я матерился сильно. И я тоже не читал, что это... Ну, просто... Так понятней. Так мысль бы лучше доносится. Особенно на собрании в банке Тиньков, когда говоришь, там, надо выпустить больше в этом году нам открыть счетов. Да. Нам нужно открыть. Это понятно, что вот прям нам точно сильно нужно открыть. А если кто скажет, нам нужно открыть? Уже оно как... Оно как-то непонятно. Нужно, а может и не очень нужно. А может и не очень, да. А когда стукнуло по стороной и говоришь... Да, когда всем понятно, что нужно. Есть такое дело, да. А как ты считаешь, предприниматель это врожденное или приобретенное? Человек это как компьютер. То, что нам дадено от бога, генетика, это как хардвер, то есть железо. Да, оно может обладать определенным темпераментом, то есть тактовая частота может быть побольше или поменьше. Это темперамент врожденный. Ну, это тактовая частота процессора. Дальше на этом компьютере стоит операционная система. Это human culture. Ну, то, среди кого мы жили я знаю, 12-18 лет, да. Ну, люди, от кого мы впитывали основные паттерны действий, да. Это операционная система. Дальше на этой операционной системе стоят разные apps, приложения. Эти приложения технические домены, там, математика, физика, штукатурить, малярить, кстати, обманывать, или тырить, или комбинировать, или плясать, ну, веселиться. разные apps, да. Кстати, среди этих apps может быть приложение по поводу, смотри, сканировать неактуальные apps, убирать их и загружать другие apps, более актуальные, да. или может быть не быть таких приложений, и тогда ты обречен всю жизнь ходить с устаревшими приложениями. Вот. Дальше этот компьютер может быть объединен в сеть с другими людьми. Ты знаешь, что, ну, все знают, что один компьютер, стенд-алонг, стоящий, да, всегда проиграет компьютерам, которые в сети. То есть это окружение или сообщество людей, с которыми ты поддерживаешь связь. Конечно же, вначале зависит от дадиного железа, да, от темперамента, да, но в принципе количество слоев, как операционная система, то есть human culture, да, apps, которые у него есть, приложения, и то, с какой сетью компьютеров он взаимодействует, то есть сетью других людей, это в значительной, в большей степени определяет то, каким предпринимателем своей жизни станет человек. Поэтому теперь, если все это сократить и одним словом сказать, то врожденное только наш темперамент. Мы все рождаемся инвесторами. Мы вкладываемся в детей, в отношения, в образование, в заботу о близких и просто в пятничное настроение. Все это инвестиции, даже если мы о них так не думаем. каждый из нас уже инвестор. Установи приложение Тинькофф инвестиции. Ты где-то родился, как, ну, чтобы, номеряка все это знают, все, ну, как и обычные пацаны, короче, в России, наверное, в Советском Союзе тогда еще, да, родился в городе Магнитогорске, рос, занимался всякой, ну, всякой всячиной, взрослые всегда говорили, ты должен этим заниматься, этим, и ты должен, говорили, знать, кем ты будешь, когда вырастешь. И я, чем больше пробовал, значит, всякое, тем больше понимал, что я ни хрена не знаю, кем я буду. Вот, ну, и от этого страдал, как бы, ну, мучился, думал, я больной, короче, ну, или какой-то не такой, вот и все. Ну, и вот в таком детстве, юности прошло мое детство, значит, я был хулиганом, я был отличником, я был, олимпиады всякие делал, ну, в общем, я все пробовал и не знал, кем я вырос. А потом случилось то, что, я знаю, в наш класс подошли выпускники моей школы, братья Полиновы, они были студентами физтеха. И вот они зашли в класс, и я когда увидел этих парней, от них что-то такое исходило, значит, ну, свечение какое-то, и я понял, что они вообще не похожи ни на одного человека, который был в городе Магнитогорске, который я видел, взрослый, вот все. И я как бы сразу что-то такое у меня щелкнуло, я думаю, вот, я буду как они. И, в общем-то, у меня появился такой замысел оказаться на физтехе. Вот примерно так. Ну, они-то с Магнитогорска были эти люди? Они были оба брата, выпускники моей школы, и более того, когда один из них, Вася, подошел ко мне на прям вот, говорит, слушай, тебя как зовут? Я говорю, Игорь. Он говорит, хлопнул ладонью по партии, сказал, я сидел на этом месте, где ты сейчас сидишь. Вот именно в этот момент у меня переклинило, короче, я как бы увидел себя в нем, ну, как бы через несколько лет, да, вот такая вот вне концептуальное понимание сложного, что ли, случилось. и, на следующий день эйфория моя ушла, потому что, когда я посмотрел задание, которое надо там решать для физтеха, я понял, что я ни хера ни одной задачи решить не могу, но это уже была другая история, у меня появился замысел и мотивация, короче, там, найти наставника, там, физика, короче, ну, в общем, все, это уже была другая история, я, короче, погреб, у меня появился такой замысел, вот примерно так. У меня на бизнес-секретах в гостях в последних трех уже второй, два из физтеха, какая-то статистика тревожная, объясни мне, почему МФТИ такой особенный, специальный, почему так много предпринимателей оттуда? Видимо, какая-то хрень происходит, наверное, люди с какой-то большой пробивной энергией оказываются почему-то на физтехе, ну, и потом случается, но у меня вот эта энергия сложилась, я говорю, я знал, что я не хочу оставаться в Монетогорске, а чего хочу, не знал, и вот когда я увидел этих ребят с физтех, от них что-то такое исходило, вот так я оказался на физтехе, ну, собственно, на физтехе я встретил своего партнера, ты знаешь, Серегу Колесникову, с которым мы сделали технониколь, ну, вот, в общем-то, в этом смысле физтех оказывается средой, где случается, короче, где, видимо, собираются люди с большой внутренней энергией и от соударений что-то там происходит, рожается что-то. А можно вот этот переход, вы там с ним встретились, все-таки к бизнесу, Магнитогорск, школа, физтех, встретил Сергея, а как к бизнесу получился? Я профессионал. ну смотри, я что анализировал, значит, мой анализ показал следующие вещи, какие-то предпосылки были, смотри, например, в девятом классе я оказался в стройотряде, потому что я требовал от родителей, чтобы они меня отправили куда-то, ну, бабки зарабатывать, я очень хотел быть автономным, и в общем, в 15 лет я стал очень автономным, потому что из стройотряда я привез кучу бабла, что-то, по-моему, 1800 рублей, ну, ты знаешь, сколько тогда стоили эти, короче, это как зарплата инженера за год, я там за полтора месяца я привез, и я стал в 15 лет очень автономным, по сути, полдома, там, который мы покупали, это дача, что ли, да, или как это называлось, да, вот, они были куплены на мои деньги, которые я вот за эти полтора месяца заработал, то есть я так вклад в семью сделал, да, вот, а что там я делал, я умел там штукатурить, малярить, это все, это вот, рабочие профессии, плотницкие и так далее, потому что отец, когда я выбирал, значит, профессию, там, это, знаешь, профориентация в школе, там, дело, он сказал, слушай, компьютеры ты всегда успеешь, а вот рабочей профессии нет, и он отправил, ну, там, порекомендовал мне быть штукатурмаляром, поэтому в детстве я прошел эту штукатурмаляр, и так далее, поэтому, ну, у меня все вот эти рабочие профессии, там, плитку положить, там, смастерить что-то, ну, приписки сделать, знаешь, я очень в этом, в стройотряде научился приписки делать, ну, знаешь, как там, закрываешь объемы, там, да, и приписал, там, 20%, поэтому потом в технониколе мне это очень пригодилось, потому что мало кто мог, короче, обмануть нас с Серегой, вот, ну, то есть детство прошло в таком уровне, да, когда я владел, там, какими-то профессиями рабочими, и их потом очень, ну, они очень пригодились, потом при старте бизнеса, просто не просто очень, а из них все и произошло, потому что у кого были смекалка, руки, ну, не из задницы, да, ну, вот, собственно, у них получалось, как это, быть цепкими, быстрыми, и все, так сказать, вот на лету делать, знаешь, как я говорю, барашка выходит, там, да, у тебя там 2 секунды, чтобы прицелиться и выстрелить, если ты больше 2 секунд, там, ружбайку свою достаешь, там, что-то целишься, или думаешь, что ты не готов и не стреляешь, барашка уходит, то есть, вот этими тренировками оказались в рабочей профессии, штукатур, маляр, плитка, столер и так далее, потому что они, в принципе, и смекалка, конечно, и лидерские навыки, потому что в стройотряде пацан, которому было 15 лет, я руководил там студентами, которым было там, ну, там, 20 лет, да, то есть, я тогда понял, что достигать своих замыслов лучше и проще с помощью других людей. А как идея пришла стартануть Технониколь-то, собственно, как это началось? Ну, Олег, Олег, бабки, все деньги, бабки, я не знаю, сейчас, наверное, бабки уже не называют это, баксы, бабки. Бабки все хотели, но можно же было там, я не знаю, мороженое производить, или что-то там, почему именно кровельная история? А вот, мы начали с мороженого, мы когда с Серегой это познакомились, мы что-то задружились, потому что мы были очень разные ребята, Серега такой системный и методичный, а я такой фантазер и придумщик. И мы что-то задружились, потому что всегда, когда девчонки приходили на физтех, значит, один, как говорится, загонял, другой там это делал, то есть у нас получалось, что все девчонки, которые на физтех приходили, они у нас в комнате тусовались. Ну, а потом из этого произошло то, что надо было же цветы там, ресторан что-то покушать там, деньги нужны были. И мы на летние каникулы, значит, как у всех каникулы, а у нас стройотряд. То есть мы деньги зарабатывать на кровлю. В физтехе так повелось, что стройотряды были по кровле крыш, ремонт крови и так далее. И поэтому вот летом все, все физтехи, короче, ехали либо герметизировать межпанельные швы, может кто-то что-то знает, такой в многоэтажках, значит, чтобы это дождь туда через швы не проходил. Или ремонтировать крыши. Ну и мы пошли по крышной истории и стали самыми лучшими кровельщиками с Серегой. Вот реально, ну там еще несколько ребят, мы стали очень рукастыми кровельщиками. И нам платили очень серьезный чек за ремонты кровель. И потом мы думали, а как повысить чек? Нам стало не хватать, мы поняли, что мы крутые кровельщики, мы такие, увеличиваем цену в три раза. И те говорят, эээ, вы что, хевели? Ну и нам стали платить в три раза больше, тогда, когда мы переделывали чей-то брак. Ну знаешь, люди накосячили, надо срочно что-то там ремонтировать. Значит, мы приспособились. Какой год? Это девяностый год. Вот. Ну и однажды, как всегда, знаешь, ну и однажды произошла история, значит, которая дала нам шанс. Вот. И который мы с Серегой не упустили. Понял. То есть, ну естественно, с кровлей, вы стали производить ее просто. Понять. Коль вы ее крылья... Слушай, это был шанс, да, это был шанс начать свое дело. мы приехали в очередной раз, нас попросили переделать крышу, и мы такие приехали, два пацана 20-летних. Вот. Такие с бородками, это сейчас у меня такая борода, да, тогда это еле, еле росла, значит. И такой вот. Ну в общем, мы два пацана таких, приезжаем, и нас встречает директор фабрики швейный, и говорит, слушайте, ребята, валите отсюда нахер. Мы такие, чё, как? Она говорит, нам не обещали кровельщиков матерых, которые все переделывают, потому что там накосячили, все там, фабрику-то заливать стал, вот. И, короче, она нас прогоняет. И я говорю, слушайте, не прогоняйте нас, дайте нам шанс, мы сейчас все покажем, и... А все равно, как бы, все их заливает, да, и у этой директрисы, как бы, шансов нет, что, ну, если она нас выгоняет, они сидят, и на них там с неба капает, значит. В общем, они нам дают шанс, выкладываем эту кровлю, и она видит, как мы охеренно все делаем, и тут мы узнаем, что эта фабрика разместит очередной заказ на, ну, как бы, на кровлю крыши, на ремонт крыши этой нашей фирмы. И я в этот момент говорю Сереге, Серег, а почему этот заказ мы не возьмем с тобой не как уже, ну, наемники, да, от этой фирмы, ну, короче, как-то пойдем к этой директрисе и, скажем, заплати нам аванс на нашу фирму, и мы приедем уже как, как фирма, кровельно. Ну, и, в общем, конечно, было стрёмно, было страшно, но, в общем, сказала, цена в два раза ниже, там, подарки, все дела. Ну, а с нас сказала, говно вопрос, куда прислать аванс? В общем, так мы получили аванс и стали, уже через неделю мы на этой фабрике были, как высадились с братьями-фистехами, как кровельная фирма. Вот. Это уже другая история, Олег, когда мы стали производить материалы, это когда у нас дела пошли плохо, как кровельная фирма, и мы стали думать, что есть ли что получше, чем участвовать в этой конкуренции Красного океана, когда кровельных фирм стало очень много. Потому что их очень быстро стало очень много. Просто все были кровищами. Вот так. Ну, и вы начали производить, в общем. Где, где-то в Подмосковье вы начали, или с какой точки? В 90-х ни хера не было в стране, и кровельных материалов, из которых делать крыши, тоже не было. Был какой-то страшный дефицит. Это было парадоксально, да, при наличии вроде бы производственных мощностей, вроде бы всего, да, почему-то люди, которые делали, значит, кровельные материалы, они в этот момент, знаешь, чем делали? Водку разливали. То есть, они поставили в свои цеха разливочные, значит, эти банки, да, и лили водку. И в результате на кровельном рынке был катастрофический дефицит кровельных материалов. И мы, как физтехи, мы как бы думали так, раз дефицит, ну, как бы надо взять и сделать эту штуку. Но просто такой разрыв между студентами и пониманием, как взять и сделать эту кровельную продукцию, но это был, просто это как вот сейчас вот на Марс полететь. Вот. Но однажды, как всегда, пришел шанс, который мы не упустили. Но я был у родителей в Магнитогорске в очередной раз и руководил тем, чтобы мы все-таки сдали подряд этот цирк. Там был цирк, мы как кровельщики ремонтировали цирк. Цирк нахрен залило все, потому что кровельщики накосячили, цирк залило, я пришел на разборки и голова у меня гудела. И я больной там вот оказался в этом Магнитогорске. И вдруг мне родственник говорит, а ты знаешь, что здесь вот рядом с Магнитогорском завод есть кровельный? А мы этот материал до Магнитогорска херачили из Подмосковья, из Рыбинска, из центра России, 2000 километров. Пока херачили, он весь вот перекрутился, в общем, ну плохо было. Ну короче, я хотел отдохнуть от этих проблем в Магнитогорске. И я с утра поехал в этот городок. Оказался он там два часа на пазике. Так я оказался в городишке Училы, небольшой городок рядом с Магнитогорском, в Башкирии. На огромном заводе, кровельный завод, я не знаю, как я прорвался к директору, ну там кордоны, охрана и так далее, но я поставил себе такую цель, что я должен просочиться к директору. Просочился к директору и обрадовал директора, значит, вестью, что мы, пацаны, такие-то, будем здесь, на этом заводе производить кровельные материалы. После моего питча, который длился не дольше, наверное, двух минут, я был послан нахер. Ну вот реально так, я шел по коридору, посланный нахер, и думал, вот что я тут делаю, ну вот все вот. И вдруг из коридора какой-то человек обманил меня вот так вот, иди сюда, я думал, сейчас бить еще будет. Ну я захожу в эту комнату, и там Виктор Михайлович Лушпин, это сейчас я могу сказать, это крестный отец компании Технониколь, он говорит, иди сюда. И открывает мне шкаф, в котором лежат все вот эти материалы кровельные, современные, наплавляемые, гидроизоляционные. Оказывается, на этом заводе все эти эксперименты в Советском Союзе были сделаны. И вся документация была сделана. Но по каким-то неведомым причинам этот завод не производил эту продукцию. Вот в этот момент я увидел этот шкаф с документацией и понял, что на этом заводе все готово для того, чтобы начать производить этот товар. И даже они готовы для того, чтобы я пошел сейчас купил сырье, ну там стеклоткань нужна была бы, основа, на которую намазывается этот материал. Вот. Все, я сразу позвонил Сереге, говорю, Серега, приезжай. И потом, значит, мы три месяца шарашили на этом заводе, пытаясь убедить директора этого завода подписать с нами контракт на довальческое производство, ну то есть на производство кровельных материалов на довальческом сырье. То есть три месяца он нам трахал голову, отказывался, сомневался и так далее, но... как началась знаменитая техно-николь, а сейчас оборот какой компании? Миллиард долларов у вас всему миру? Да, сейчас оборот 130 миллиардов рублей, но это сколько там, я не знаю. Ну это почти два. Да, ну под два там, какой курс там. 1,6 я там делил вот сейчас, 1,6 1,7 миллиарда долларов. 55 заводов. 56-й завод, вот сейчас открыли, значит, в Польше только что запустили завод за 80 миллионов евро. И сейчас строим в Казахстане завод. Ну в общем, по миру, пошли по миру, как это говорится. Сейчас техно-николь входит, ну собственно, номер два в мире по каменной вате, по изоляции из минеральной ваты и входит в топ-5 компаний мира по ну таких гидро-теплоизоляционных, ну вот своего профиля. Железные крыши тоже входите, да? Железные крыши нет. Это только, значит, плоские кровли, вот эти, знаешь, многоэтажки, ангары, магазины, супермаркеты, склады и скатные кровли, это только если я видел такой шинглос, ну такой, в Америке вот очень популярен продукт такой. В России и в Европе он не очень популярен, но тем не менее мы доведем этот продукт до того, что он будет популярен и в России и в Европе. Ну у нас как раз шанс, понимаешь, это в Европе очень популярна классика керамическая, керамика в Испании например доминирует, но тем не менее это как раз шанс сделать свои продукты более популярные и захватывать рынки. 1,6 миллиарда оборота, прибыль какая? Ну слушай, 20% и беда, 22, там, колеблется год на год от 18 до 22. до 22. Вы все деньги реинвестируете, да, наверное? Ну в текущей модели, знаешь, где-то 50-50, то есть сейчас уже пошла дивидендная модель, то есть 50% мы забираем для других проектов, которые есть у каждого из партнеров, вот, а 50%, ну давай так, 50, 60, 70% реинвестируется. модель тоже 50-50, вы, да, партнеры? Да, у нас модель в России, в странах бывшего Советского Союза у нас 50 на 50, а вот в Европу мы пошли, мы изменили соотношение, у Сереги 2 третьих, у меня 1 треть, потому что я стал инвестировать в последнее время вот в финтек, сайбертек, то есть через компанию Прайтек, то есть я немножечко снизил долю инвестиций сейчас вот, ну для того, чтобы больше инвестировать все-таки в новую экономику. Понял, то есть ты инвестор, ты себя почувствовал, а Сергей, твой партнер, он больше, так сказать, производственник, он, ну в этом смысле, как и я, я тоже не инвестор, я не люблю инвестировать, я никуда не инвестировал, ни в Сторонского не инвестировал, по оценке 7 миллионов, а сейчас это, говорят уже 20 миллиардов. А лучше, лучше бы инвестировал, да? Ну, если бы я во все проинвестировал, все, что мне предлагали, я тут как-то посчитал, получилось 20 миллиардов долларов было бы уничтожить. Там, Авито, Монзо, Революте, там, ну не всех их уже не вспомнить, там, по-моему, учленить, там, не знаю кто, все подряд. Да, слушай, ну я еще себя не считаю инвестором, потому что я, знаешь, я пробовал инвестировать, я потерял 50 миллионов долларов, ну, давай так, 30, ну, как считать там, от 30 до 50, именно как инвестор, ты когда что-то ищешь, там, инвестируешь, а потом оказывается, что ты неправильно оценил, там, и так далее. Поэтому я перестал быть инвестором, и сейчас, знаешь, если я и вкладываю деньги, то только в предпринимательские истории свои, давай так, грубо говоря, я создаю, или пытаюсь создать, машинку по производству инсайтов, и вот инвестирование в это, ну, давай так, вложение денег в это, конечно, ну, во-первых, умно, а во-вторых, менее рисково, и, по сути, вот, это как раз ответ на вопрос, что я заколебался терять деньги, инвестирую, и поэтому создал Прайтак как компанию, где я предприниматель, а Прайтак – такая машина по производству инсайдов, да, и надо отметить, что тогда средняя там доходность инвестирования в Прайтак, там, не знаю, получается больше там 60% годовых, то есть, что очень-очень круто. То есть Прайтак – это сам по себе, это такой investment vehicle, как говорят англичане, то есть, это инвестиционная такая машинка, да? Да, это группа, да, это группа, но, по сути, да, есть инвестиционная машинка, то есть, в принципе, когда-то я Прайтак акцию shares, да, выведу на рынок, но сперва я выведу shares компаний, которые владеют Прайтак, после этого будет вывод на рынок акций Прайтак, ну, как группы, технологические группы, которые, что-то типа группы, холдинг, да. А что тебя сподвигло уйти от операционки, вот от такой, и все-таки заняться инвестициями, это все разные вещи, на каком этапе ты почувствовал, что ты инвестор, что было триггером? Первый завод, Второй завод, Третий, Азарт, Ну, Азарт, Удовольствие, да, такой захват, экспансия такая, знаешь, Десятый, Азарт пропадает, возникает рутина, там, Двадцатый завод, Тридцатый завод, ну, короче, я не сторонник системных процессов, ну, когда все приходит в бизнес режиме, и поэтому где-то на тридцатом заводе, на сороковом, у меня, у меня постиг вот этот вот кризис, потому что моих, кризис неудовлетворенности, то есть, деньги прут, то есть, компания становится богаче, там, вообще все богаче, а у меня настроение как бы инвертировалось, и все обнулилось, а вот куда тебе нравится инвестировать, посоветуешь, наверное, нас сейчас смотрят инвесторы, многие, какие направления инвестировать, какие, так сказать, технологии, что-то есть какие-то идеи, поинвести в цену, в чем пользуются люди, желательно много людей, да, компаний, корпораций, да, да, но на новый лад, новый лад, то есть, в те места, которые, в те компании, которые несут снижение транзакционных издержек, ну, там, кратно, радикально, или скорость, или повышение точности, то есть, вот в такие, в такие места, по сути, вот с этим и связано, прайтыка, значит, реконструкция, то есть, образование, я инвестирую в AdTech, Education Service, то есть, пересборка современного образования с помощью современных технологий, и FinTech, то есть, пересборка классических финансовых сервисов, банков, с использованием финансовых технологий. Скажи мне, а как вот Thinkoff Инвестиции, в частности, здесь очень, ну, популярен, и мы такие лидеры, самый большой брокерский сервис, как ты вообще относишься к этому буму, массовых или розничьих инвестиций. Финансовые консультанты или какие-то там советники, да, перестают доминировать на рынке, ну, там, советов. На самом деле, дела лучше говорят за советы, поэтому, когда такие платформы, как там, TipRanks, ну, от которой Тинькофф берет информацию, да, для Thinkoff Investments, говорят о том, кто, сколько зарабатывает, на каких акциях, и люди могут сами не слушать какие-то советы адвайзеров, да, просто посмотреть, кто, на чем, сколько зарабатывает, и, ну, копипастить эти стратегии, да, я думаю, вот, это основное открытие современного, ну, рынка, то есть, раньше это было сделать, ну, практически невозможно, информация была закрыта, и она принадлежала таким большим банковским или инвестиционным, там, группам, ты должен стать клиентом какой-то, там, не знаю, группы, и слушать своего, там, адвайзера. А сейчас ты можешь прийти на Тинькофф Инвестментс, да, смотреть, у кого какие акции там растут, и делать точно такие же стратегии, ну, повторять, то есть, прикольно, да, называется, стратегия Хрюша-Повторюша дает эффект лучше, чем если ты будешь, значит, там, учиться в каких-то, там, Гарварда, Кембриджах инвестированиях. Значительная часть моего бизнеса в Прайтыке, она основана на том, что мы, ну, собственно говоря, мы игроки этого рынка, в частности, компания Типрэнкс, которая вот дает сервис по дате для Тинькофф Банка, она, ну, это ключевая инвестиция в компании Прайтыке. Мы все рождаемся инвесторами. Каждый из нас уже инвестор. Установи приложение Тинькофф Инвестиции, пройди обучение и получи пакет акций на сумму до 25 тысяч рублей. Перейдем к разделу второй части, там, мидия, личная, вот. Ты очень публичный бизнесмен. Я был, считается, что публичен, ну, был, наверное, больше. У меня бизнес-секреты были, да и все по факту. Просто моя фамилия совпадает с названием компании, и это я уже много раз пожалел, потому что про меня говорят и пишут больше, чем мне бы мечталось. Вот. Не то, чтобы хотелось даже. Вот. А у тебя там, ну, ты пишешь книги тоже, как и я написал, блоги ведешь, я правда не веду особо. Что, что за этим стоит? За этой публичности и медийностью. Да, здесь стоит, наверное, ну, два таких мощных драйвера. Первый, эта история началась, собственно, четыре года назад, когда я первый раз, занимаясь филантропией, мы пытались пробиться и получить первые места на сообщениях вот СМИ, традиционных СМИ про филантропию. И, в принципе, все газеты, там, Forbes, ведомости, телевизии, они сказали, ребят, вот эти сюжеты про вашу филантропию, там, про образование, про это, это как бы, пусть они будут, но где-то вот на задних местах. Подожди, можете, я перебью, а филантропия разве нуждается в пиаре и в сюжетах? Зачем это нужно? Филантропия, это вроде как ты должен делать от души, это должно быть где-то под радарами. Или вы фандрайзинг делали, вы деньги пытались поднять. Только в этом смысле, я считаю, нужно. А иначе какой смысл опиарить и продвигать филантропию? Ну, да, это вот на первый взгляд, что фандрайзинговые компании филантропические нуждаются в этом, да, те, кто собирают деньги, и они активно рекламу дают. Но, вот я, например, тебе скажу, тот фонд, который ты делаешь, замечательный, значит, как объяснить, как объяснить или донести до людей, что создание инфраструктуры донорского банка это и есть импакт, или вот это вот, ну, это инфраструктура для жизни наших людей или нашей страны, или нашего общества. Ну, чтобы люди принимали это, чтобы люди становились донорами и так далее. Как это донести? То есть, для этого в любом случае требуется выходить в инфополе, на телевизор. Ну, у меня еще тут двойная, почему я на первый канал сходил там вчера, да, была большая передача, потому что мне важно на чиновников повлиять, потому что в этой ситуации с донорством костного мозга там Минздрав и правительство, там все решают чиновники. А когда они видят, что на первом канале это я говорю, они говорят, окей, зеленый свет, значит чувак что-то правильно. как бы, видишь, здесь джар пробился. Джар больше, чем пиар составляющая, здесь больше говоментрич, чем там, чем... Ну, окей, смотри, ты пробился на первый канал и молодец, это круто, потому что действительно надо влиять. Так вот, когда я пытался, мы открыли с Катей, с моей супругой, Катя, моя Катя, фонд, и реализуем программы там, ну, из-за нового образования, детские сады, школы и так далее, мы привлекаем людей для этого, нам необходимо об этом как-то рассказывать. И мы не могли это рассказывать, потому что наши сюжеты были, знаешь, в заднем месте, да, на этих сми. И поэтому, ну, грубо говоря, вызов у меня какой был, я долго мучился, потому что ни за какие бабки не купишь, потому что ты за бабки покупаешь, а ты все равно в заднице где-то, понимаешь, нету твоего сюжета в ротации. В результате один человек мне сказал, Игорь, вот сейчас такое время, когда если ты хочешь что-то донести, надо стать блогером. Вот так и сказал. И я, конечно, сказал, да ладно, какой я блогер. Да, какой я блогерный. Вот, я очень испугался, испугался, потому что ты знаешь, идти что-то новое, там риск, хейт, ну, ты все это знаешь, проходил, все публичные люди проходили через это. Вот, и я сомневался. И тогда он мне задал такой вопрос, Игорь, вот твой замысел, который ты имеешь по детские сады, школы, новое образование, 10 тысяч школы, детских садов, да, я говорю, тебе что страшнее, вот этот замысел не сделать или что-то хейта там огребешь, когда пойдешь станешь блогером. Я сразу ответил, конечно, конечно, если я замысел просру, он говорит, ну, все. И, в общем, вот так я, так я сделал первое видео на YouTube, которое собрало, по-моему, сколько, 20 тысяч дизлайков, Аня, слушай, больше 20 тысяч дизлайков, понимаешь, я делаю первое видео и туда 20 тысяч дизлайков приходит, и реально у меня, ну, просто вот, ну, как бы, шок, ну-ка, шок, удар. Мне кажется, это хорошо. 20 тысяч дизлайков, это круто. Слушай, Олег, ну, это ты сейчас говоришь, это ты сейчас говоришь, 2 тысячи, да, ты можешь быть, а когда 20 тысяч дизлайков, это хорошо, это реакция. Ну, слушай, я сейчас, может быть, так бы и сказал бы, но тогда я был просто в шоке и был очень напуган, и все близкие со мной люди, с нами, все близкие, вот, кто был, они сказали, Игорь, надо закрыть канал, и я не стал закрывать канал, я сказал, я 2 недели ни хера не буду делать, просто вот, как будто бы я замедлюсь, заторможусь, да, а потом через 2 недели я приду и посмотрю, да, все, и с той поры, да, потом я пришел, слушай, и через 2 недели все хейтеры, они куда-то делись, оказалось им, ну, как бы, им уже не интересно это событие, да, а все люди, которые мне говорили, Игорь, надо закрыть канал, они тоже занялись своим делом и тоже больше не вспомнили об этом, и я продолжил делать канал, и сейчас там, я не знаю, канал 1 200 000, и это очень мощное оружие, то есть для, ну, информирования о том, что делает, там, Рыбаков X10 Academy, там, ну, вот моя школа, там, школа бизнеса и жизни, там, что делает Рыбаков фонд, что делает все, я вообще не знаю, как бы я сообщал бы о том, что мы делаем, и как бы влиял на предпринимательскую среду, если бы не было канала, поэтому, отчасти я у тебя научился, потому что бизнес-секреты, канал, ну, подожди, когда я начинал, он был, ну, мне кажется, мне, если мне память не изменяет, он был, ну, одним из ведущих таким каналов, на котором было так много видео с людьми, с которыми, ну, невозможно было увидеть интервью в таком живом там стиле, знаешь, вот, ну, без вот этих, без вот всяких там, журналистических прикрас. Согласен. А, ну, понятно теперь, откуда у тебя, так сказать, растут ноги. А расскажи, ты давно, кто филантропию затронул, мне там тоже интересно, ты знаешь, я фонд там семьи Тиньковых, у тебя фонд семьи Рыбаковых, даже названия совпадают, у меня жена там тоже будет заниматься, у тебя уже занимается. Расскажи тогда немножко про фонд, про филантропию, что ты делаешь, филантропию. Слушай, это то, что выкурило, что шесть лет назад выкурило, ну, вытянуло меня из операций в Технониколь. Дело в том, что я давно, вот говорю, мучился какой-то, как будто мне было тесно в Технониколе, да, и тут вдруг я набрел на ситуацию, набрел на, я вдруг начал видеть о том, что в России, да и во всем мире, но в России в частности, в, ну, в социальном устройстве, да, огромное количество, ну, вещей, вот, неустроенных, которые очень легко мной видятся, да, и как это переделать, а другими людьми, ну, кто сейчас там обустраивает, они как будто бы не видятся. А масштаб этих операций такой, но он просто меня стал завораживать. И в частности, это детские сады, школы, вот. Поэтому, собственно, когда я увидел эту нишу в образовании, именно, в детских садах, в школах, вот я пришел и увидел. Дело в том, что в Технонеколе, весь Технонеколь построился людьми, ну, не я же с Сергеем строил Технонеколь, Технонеколь, как компания, строился людьми, а наша роль с Сергеем, ну, то есть, моя-то точно роль была такая, это, собирая людей, создавать воспитательно-образовательную среду для этих людей таким образом, чтобы люди, генеря замыслы огромные, потом могли достигать их. Я сформулировал это в двух словах. Первое. Навык генерации свобод, это навык замысливать что-либо и добиваться замысленное с помощью имеющегося. Ну, и навык генерации защит от злоупотребления властью, манипуляцией и контролем. Вот, по сути, школа, которая была развернута в Технонеколе, и сейчас она действует, это школа, которая учила двум компетенциям. Навык генерации свобод, навык генерации защиты. И все, что дальше произошло, это происходило людьми, которые в этой школе произрастали, становились и так далее. И, по сути, имея этот подход, который так показал себя в Технонеколе, потому что компания Технонеколе, это мировая производительность труда из наших запчастей, из наших людей, из нашего всего и так далее, так вот, имея этот подход, у меня был такой челлендж, смотри, а нельзя ли этот же подход применить к любым другим секторам, ну, в России, в частности, школы, сады, образование, и так далее. Вот, я уже не смог остановиться, Олег, дальше, как бы, просто дел стало так много, что, я просто Кате, Кате, на какой-то момент, Кате говорю, Катя, помоги мне, пожалуйста, потому что я стал захлебываться, знаешь, когда вот ты, ты вот, но с другой стороны, здесь пришло вот что еще, у нас же детородный возраст закончился, с Катей, ну, мы детей-то нарожали, и мы все больше стали, как это, порознь проводить время, и поэтому у меня был скрытый эффект, я говорю, Катя, пойдем вместе делать, вот это все, у меня был скрытый мотив, что мы больше времени будем проводить вместе, теперь уже как, как деловые партнеры, филантропия, это невероятный источник поведенческих стратегий, с которыми я никогда не познакомился, не занимаясь вот этими методами, это конструкциями филантропии, потому что, по сути, как только я занялся филантропией, да, ну, когда я в Америку сейчас приезжаю, мы через Forbes, там, 400, ну, там, Philanthropy 400, для меня доступны любой человек, там, из списка, там, Forbes, кто тоже занимается филантропией, а когда общаешься с такими людьми, ну, то есть уровень ментального, так сказать, конструирования, да, ну, просто автоматически вырастает, то есть я не ожидал этого эффекта, я его не, ну, не планировал, я о нем не знал, я просто оказался в нем случайно, и поэтому сегодня называю это третьим эффектом, который случился, то есть поведенческие стратегии, которые сейчас, ну, оказались мне доступны, они пришли через занятия филантропической деятельности, от того, что я познакомился с таким огромным количеством, ну, мощнейших предпринимателей, в основном филантропией занимается, такой импакт филантропии, да, занимается self-made, люди, которые построили гигантские компании с нуля, а вот, а вот такой вот благотворительностью, ну, такой компенсационной, занимаются в основном люди второе, третье, десятое поколение, ну, знаешь, разница между созданием инфраструктурных вещей, да, и такая донорство, то есть, ну, как бы, гранты, например, на то, на все, это немножко разные вещи. Я понял, да, гранты, да, абсолютно. Просто выделение денег и распределение через существующие фонды, я понял. Да, 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 то есть одно, это ты создаешь фактически социальные компании нового типа, ну, ты фактически как предприниматель действуешь, социальные предприниматели. Я с фондом это начал, и для меня, я понял, это тот же стартап, ничем не отличается. Так же набираем людей, так же ставим задачи, так же шишки набиваем. Замечу, если сам предприниматель, ну, особенно селфмейд, занимается строительством социальной компании, социальный импакт компании, ну, то есть, да, это, это вот другая история, потому что обычная, если говоришь, старые деньги, где там, владельцы больших состояний, бенефициары, они сами непосредственно не занимаются строительством этих компаний. Они нанимают на это каких-то менеджеров, там, там, таких, которые вот в распределительную машинку могут курировать, комиссию по распределению. Хорошо, обращайся к предпринимателю, к молодому, не предпринимателю, это неправильное слово, к молодому человеку. Вот, он сидит в Магнитогорске, ему 16 лет, посоветуем ему что-то в заключении нашей передачи, а то у нас будет настолько длинный выпуск, что посмотреть не будет, когда-то увидят там полтора часа. Да, ну, тогда очень, очень коротко, знаешь, первое, точка опоры, точка опоры, как говорил кто там, Архимед, да, дайте мне точку опоры, я мир перевернул. Так вот, это правильно, только точка опоры для человека находится внутри самого человека. Это первое. Второе, значит, если точка опоры, еще раз повторю, точка опоры внутри тебя, у тебя всегда будет точка опоры. Это раз. Второе, нужно, ну, просто помнить, понимать, и всегда искать ни сотрудников, ни команду, ни группу, а всегда искать заговорщиков, заговорщиков, вместе с которыми ты имеешь замысел. Ну, замысел, и заговорщики, это условия возникновения потока, сотворчества, и вообще среды, в которой порождается что-либо. Поэтому, ищи заговорщиков, это два. Третье, всегда смотри на другие группы заговорщиков, потому что у них можно много чего стырить, стырить, подсмотреть, позаимствовать, как бы это ни называлось. Поэтому, всегда окружай себя и будь, ну, как бы, в прямой видимости держи другие группы заговорщиков. Ну, и четвертое, как только ты приобретаешь какие-то навыки, которые позволяют тебе стать успешным, немедленно приступай к обучению других этому. Я не буду объяснять, почему это работает, это, это люди понимают тогда, когда они начинают это делать. Почему обучение других выносит тебя на невероятный уровень владения миром. Это просто четвертое правило. Как только что-то понял, немедленно приступай к обучению других. Итого, четыре правила. точка опоры внутри человека, внутри тебя. Ищи не сотрудников, не команду, а заговорщиков. Третье, окружай себя командами других заговорщиков и подсматривай за ними. И четвертое, как только у тебя что-то получается, вставай в позицию учитель и учи этому другим. В принципе, у меня больше нету более фундаментальных советов для молодых ребят, которые сейчас стартуют, потому что все другие советы, это такие, ну, какие-то мелкие детали, которые, в общем-то, включены вот в эти четыре совета. Я забыл тебя спросить, там у меня был вопрос записан, как ты отдыхаешь, какие хобби. На ответе я должен был сказать, не забудь для дачи в мои съездить. Поэтому тебя, Катя, детей, особенно с большой семьей, у нас, смотри, у нас всегда включена еда, все-все, приезжаешь, заплатили, я тебе скидку дам большую. Так что приглашаю для дачи. Так, ребята, все ездим в Ладачу, а подожди, это яхта или что это? в Астрахани, нет, это ладача.ком, посмотри, я тебе там пришлю. У меня много мест. То есть это поместь? В Италии, виллы, в Италии, в Мексике, во Франции, там, еще где-то, в Астрахани, по всему миру. И дача, и яхта есть. Сейчас она на Камчатке стоит. Обязательно съезжу. Вот наконец-то у меня будет, я Катю свою приглашу, говорю. На Камчатку. Поехали. Ну что ж, спасибо, я думаю, нашим уважаемым зрителям все понравилось. У нас был в гостях, напомню, Игорь Рыбаков, крутой предприниматель, филантроп, бизнесмен, медиагуру, блогер, папа четырех детей и далее. Спасибо!